Что у нас сегодня творится на дороге? Погода еще так, причем дождь начался со вчерашнего вечера, и вот утром, сейчас уже второй час, все продолжается, продолжается, продолжается. У меня, честно говоря, болит голова, не знаю, давление, что это, с мамой тоже какие-то там уклонения начинаются, даже не знаю. Погода, наверное, так влияет на здоровье, уже так хочется, честно говоря, поехать в тепло. Да я все о своем и наболевшем. Все-таки, да, хочется, уже очень хочется вернуться в Египет уже. Но, пока вот то, что мы видим вокруг. Вот такая вот мутотенька. И такая вот мутотенька. Сегодня целый день. Что, все, что вчера накапало, сегодня замерзло. Грязь замерзла. Ветер у нас. Просто ледяная корка. Я выезжаю. У нас сегодня солнышко, но, несмотря на это, все кругом замерзло. В общем, как я уже вчера показывала, вчера вечером. Получилась вот такая вот ледяная корка, по которой идти вообще совершенно невозможно. То есть я пока дошла на машину, чуть ли не навернулась. Вроде бы на солнышке она вроде как бы тает, но... На улице минус пять, поэтому... Особенно тут не растаешь. Захочешь растаять, а не растаешь. Вот, ну, это ледяная корка. Так, я заправилась. Выехала, вернула не туда. И, в общем, я еду сейчас, видимо, до Бронницы. Там на разворот, потому что мне нужно... Я хотела, в общем-то, на пруд к себе заехать и в магазин зайти. То есть у меня больших планов куда-то ехать не было. Но... Но так получилось, что приходится ехать. Потому что здесь трассы перепрыгнуть, перелететь вариантов просто нет. Повторю и скажу, что у нас сегодня солнышко. Я, наконец, вырвалась из дома. Потому что что-то очень сложно стало. Пока сегодня у меня никаких подработочек, работочек нет. Я хотела немножко позаниматься ремонтом, опять же. Но вот сейчас я вырвалась, наконец, из дома. Зарядиться солнцем. Потому что у нас солнце. А нам, солнце-зависимым людям, это просто необходимо. Иначе можно двинуться крышами и всеми другими важными элементами. Так, покажу сейчас дорогу. И, наверное, хочу рассказать один очень важный и, наверное, интересный для многих вопрос. Чем же отличаются египтянки от нас? Ну, опять же, будем говорить, на мой взгляд, сколько людей столько мнений. Поэтому я буду говорить про себя. Так, давайте покажу дорожку. Мне бы сейчас свой поворот не пропустить. Потому что очень хочется все-таки в пруду доехать. Я думаю, что я встану около пруда. И там уже буду болтать. Но, видимо, нет. Так вот, чем же египтянки отличаются от нас? На мой личный взгляд, они отличаются одним очень большим качеством. Это качество называется терпение. Да что ж ты будешь делать? Выключись. Терпение. В чем заключается это терпение? Их с детства приучают к тому, что у них есть свои обязанности, у мужчин есть свои обязанности. Например, обязанность мужчины обеспечить семью. Обязанность мужчины делать какие-то мужские дела. То есть, там, прибить, привезти мебель, принести сумки, сделать что-то тяжелое. То есть, они знают, что это должен сделать мужчина. И, например, если вам такой элементарный пример, необходимо прибить гвоздь. Что будут делать наши женщины? Сначала они будут пилить мужчину. Пилить, 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 пилить. Потом, в итоге, она возьмет сама этот молоток и прибьет этот гвоздь. В 90% случаев. Что будет делать египтянка? Она несколько раз скажет мужу, что там будет гвоздь. А потом, она просто забудет об этом. Нету гвоздя и нету он. Но она будет инсценировать такие ситуации, чтобы мужчина сам понял, что этот гвоздь нужно прибить. Ну, грубо говоря, принесет домой картину и скажет, смотри, какая картина, надо ее повесить. То есть, она будет его подталкивать, но это не будет настойчиво, это не будет назойливо. То есть, она расслабится, в итоге, ну, не привезет, но будет эта картина в коридоре стоять. Ну, и фиг бы с ней. Практически то же самое касается денег в семье. Если, ну, как бы, она никогда не будет свои деньги вкладывать в мужа. Никогда, боже упаси. Мне кажется, в этом плане они очень-очень меркантильные. Ее деньги – это ее деньги. Если муж хочет звонить, она может позвонить и сбросить. Он должен ей перезвонить. В общем, они очень четко разделяют мужские и женские обязанности. И не берут на себя мужские. Еще они гораздо мудрее нас. Так, сейчас меня там обгоняют. Они гораздо мудрее нас. Если они чем-то недовольны, они не будут устраивать истерику. Но, опять же, мы имеем в виду большинство. Да, есть те, которые, в общем-то, могут себе позволить истерики. Но в большинстве своем они этого не позволяют себе, потому что они понимают, что мужчина находится выше ее без проблем. Они готовы с этим мириться в ответ на то, что мужчина должен ее обеспечить, должен предоставить дом, кровь и все остальное. То есть они готовы с этим мириться и при этом палец о палец не ударят, чтобы что-то помочь ему, там, теми же деньгами и еще какими-то вариантами. Это не их проблема. Это проблема мужчины. И в этом, мне кажется, наше главное отличие, потому что наши женщины, они готовы посадить себе на шею и мужчину, и детей, и всех-всех родственников, каких только встретят по дороге. Так, все-таки доехала я до пруда, развернулась уже. Тут солнце, меня, конечно, плохо видно. Ладно, поверну тогда на пруд. Ой, вот так еще хуже видно. Или лучше. Ну, как-то так. В общем, у нас сегодня очень яркое солнце. Я сейчас около пруда. Сейчас я покажу пруд наш, что на нем происходит зимой. Ой, боже мой. Так, продолжу про египтянок. Меня очень удивляет, когда говорят бедные, бедные женщины, бедные рабские женщины. Они не могут носить то, что хотят. Одевают там, как они ж, господи, хиджабы, миджабы. По большому счету это их решение. В 95% женщины сами принимают решение, как им ходить одетыми. Поскольку там принято, они с раннего детства, они видят, как ходят их мамы, как одеваются их сестры, знакомые, как, в общем-то, женщины на улице ходят. Они с молоком матери воспринимают то, что они должны быть одеты так, как они одеты. Поэтому для них ни для кого это не трагедия. Гораздо большая трагедия, когда наша девушка приезжает и переодевается в хиджабы, а потом понимает, что это не ее. Вот нашим тяжело, да. А их женщины, они совершенно спокойно к этому относятся, потому что с раннего детства они приучены к этой мысли. Поэтому в этом плане их жалеть, наверное, немножко странно. То есть это личное-личное дело каждого. Никто их не заставляет одевать этот хиджаб. Просто они знают, что так вот они вырастут, и они так оденутся у них в своей религии, и они к этому приучены с детства. Поэтому для них это не шок, не ужас, не там какое-то стязальство над ними. Они просто к этому приучены с детства. Для них это норма. Что еще про них? Что хотела еще сказать про египтянок? В большинстве своем они, когда выходят замуж, они находятся именно за мужем. Решение принимает мужчина, а женщина, если женщина мудрая, она его так подталкивает к этому решению. Либо там делает какие-то манипуляции, чтобы он принял то или иное решение. Но по большинстве своем они спокойно относятся к тому, что мужчина руководит, к тому, что он в доме хозяин и ко всему прочему. Просто потому, что они к этому приучены. В этом, в общем-то, большая разница наших менталитетов. Нашим девушкам, которые выходят замуж, достаточно сложно переключиться на это. Ну, как бы вот элементарные вещи, да, например, если у вас какие-то проблемы с электричеством, вам надо ехать в офис. Вы едете в офис вместе с мужем. И для нас, например, нормально, что, например, женщина начнет разговаривать про электроприборы и т.д. и т.п. Для них нет. Если мужчина стоит рядом, а женщина начинает вести такие беседы, значит, она не уважает мужчину. Вот такая вот мелочь. Видите, воспринимается разными нациями по-разному. Для нас это нормально, для них это совсем не нормально. Для них, если мужчина стоит рядом, то он решает все подобные вопросы. Вот. Кстати, хотела показать. Там, я даже не знаю, зачем, честно говоря, такие вот штуки стоят. Вроде бы, как бы лед сошел, я так вижу. Ну, может быть, какая-то маленькая корочка есть на этом пруду. Ну, вот стоят вот такие вот штучки. У меня аккумулятор сядет. Трава. Не знаю, зачем, может быть, это обозначены лунки, где есть рыба. Сложно мне сказать. Вот такое вот получилось сегодня сумбурное, наверное, видео. Я сейчас еще немножечко подзаряжусь солнечной энергией и поеду домой, поеду по дороге в аптеку, в магазин и снова домой, потому что там меня ждет мое хозяйство. Честно говоря, я уже ждусь, я жду, не дождусь, когда у меня появится возможность, я, например, я смогу поехать, поехать к мужу в Египет. У меня прям, особенно последние дни, это прям очень тяжело воспринимается, прям вот. Очень, очень хочу, очень устала здесь, но заменить меня здесь неким в хозяйстве, в мамином хозяйстве заменить меня некому. Поэтому улыбаемся и машем. Все, хорошего всем дня. Заряжайтесь солнышком, если у вас солнышко. Если у вас нет солнышка, верьте, оно обязательно придет и к вам. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok